К нашему эфиру присоединяется Киты и Вет Александр Евгеньевич Федичев. Александр Евгеньевич, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Так вот, что касается амбиции и вообще претензий Китая в отношении Тайваня, это точно уж не секрет в мире в принципе, но на недавней встрече в Соединенных Штатах Америки представители Китая, как потом стало известно из материалов по итогам этой встречи, предполагали, что смогут получить, ну, некоторое одобрение со стороны Соединенных Штатов Америки на претензии Китая в сторону Тайваня, точнее, на претензии на Тайвань. Вот, наверное, так будет более корректно звучать, на что, конечно же, Соединенные Штаты Америки ответили отказом. Но это на самом деле достаточно, ну, не знаю, чтобы грубо не прозвучало наглое, была позиция, потому что ведь Соединенные Штаты Америки также не единожды высказывали свое отношение к этой ситуации. Но вместе с тем сейчас в преддверии выборов ощущается давление на Тайване. Как вы считаете, насколько действительно есть на данном этапе развития истории возможность недопущения, ну, скажем так, конфликтов в военном ключе? Насколько это еще можно решать с помощью переговоров и сдерживания? Я думаю, что в ближайшее время, как минимум в ближайшие несколько лет, военного конфликта, такого масштабного с применением оружия большого и с жертвами с обеих сторон, подобного тому, что мы, к сожалению, имеем, в нашей стране не произойдет. По нескольким причинам. Во-первых, Китай знает, что Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что они не признают Тайвань как независимое государство и официально придерживаются политики одного Китая, то есть признавая правительство Китайской Народной Республики как единственное легитимное правительство на всей территории Китая, включая и Тайвань. Однако Соединенные Штаты Америки на самом деле, которые де-факто выступают за сохранение статуса КВО, который заключается в том, что непризнанный формально и официально Тайвань большинством стран мира де-факто управляется своим правительством, которое никак не зависит от правительства материкового Китая. И, в принципе, в вашем сюжете все было правильно сказано, максимально полно и максимально правильно расставлены акценты перед выборами на Тайване, которые произойдут уже вот ровно через неделю. Китай действительно заинтересован в том, чтобы победила партия Гоминдан. 10 с лишним, где-то 10-15 лет назад она уже была у власти и на тот момент как раз отношения между двумя берегами Тайваньского пролива, как это принято говорить, на китайском языке, в принципе, по обе стороны, они значительно улучшились, наладились регулярные рейсы, гораздо больше китайцев стали ездить на Тайвань, а тайваньцев ездить и открывать бизнес в Китае, что на самом деле не прекращается и до сих пор. Более того, видя то, что происходит у нас, китайцы, они люди прагматичные, им совсем не нужен разбитый голый остров с кучей погибших жителей, которые настроены против захватчиков. Поэтому они заинтересованы в мирном воссоединении и надеются как путём давления, так и если победит представитель от партии Гоминдан на президентских выборах, они после этого сразу же, возможно, сменят риторику и говорить о том, что нужно активизировать сотрудничество и таким образом психологическим давлением склонять тайваньцев к более тесному сотрудничеству с Китаем и чтобы они меньше говорили о официальной полной независимости Китая. Александр Евгеньевич, как Вы относитесь к мнению, что вопрос обострения со стороны Китая в этом регионе, но не напрямую, но в немалой степени зависит от России и именно от её успехов-неуспехов в войне в Украине? Я думаю, что по состоянию на данный момент и на ближайшую перспективу Китай уже увидел, какие возможные последствия будет иметь военное решение этого вопроса. Да, скорее всего, если гипотетически мы предположим, что Китай полномасштабно развернёт военную кампанию по получению контроля над островом Тайвань, то, несмотря на поддержку со стороны Соединённых Штатов Америки, это ему удастся. Однако цена такой победы, если это можно назвать, будет очень большая, что Китай абсолютно не устраивает. Поэтому Китай никогда не откажется от политики одного Китая, от стремления к объединению всех китайских земель. Но я как раз думаю, что чем больше длится российское вторжение в Украину и чем большие потери получает Россия, как прямые военные, так и непрямые политические и экономические, Китай всё больше видит, что ему как минимум в ближайшее время абсолютно не стоит это делать. Эксперты, в принципе, сходятся во мнении, что ситуация на Тайване в ближайшие годы точно будет как на пороховой бочке, потому что два крупнейших гегемона в мире действительно имеют некоторые свои интересы. Кто-то о защите и демократии думает, ну а кто-то о территориальных амбициях и господстве, возможно. А как вы считаете, есть ли какие-то манипуляционные инструменты со стороны Китая, возможно, также в ключе войны России против Украины, для того, чтобы, ну скажем так, попробовать какие-то ещё методы давления не только на Тайвань, но и на Соединённые Штаты Америки. Возможно, это будут не прямые ультиматумы, но вместе с тем всё-таки некоторые манипулятивные заявления, которые могут просто вот так вот на мировой арене звучать. А Китай на самом деле в первую очередь и давит на Соединённые Штаты Америки. Именно поэтому Китай не поддерживает активно Украину, не потому что он так сильно любит Россию, а потому что таким образом он достигает максимального ослабления и России на самом деле, и Запада во главе с Соединёнными Штатами Америки. Так что также Китай абсолютно, хотя он и выступает с мирной риторикой, но не делает никаких активных действий ни для скорейшего завершения Палестино-Израильского конфликта, не особо сдерживает Северную Корею в обострении на Корейском полуострове, практически ничего, как минимум, активно не заявляет, кроме традиционных мирных, скажем так, заявлений о том, что все должны решать все вопросы мирным путём касательно возможных конфликтов в Латинской Америке, я имею в виду Венесуэла и Гаяна, потому что Китаю выгодно, в данном случае, так же, как и России, у ингресса совпадают распорожения и военных, и политических, и экономических ресурсов Соединённых Штатов. Таким образом, Китай хочет, скажем так, как можно скорее уменьшить отставание своё и экономическое, и технологическое, и геополитическое от Соединённых Штатов, чтобы достичь своей главной на данный момент цели до 50-го года стать самой большой сверхдержавой в мире. Евгений Ильич, и позвольте немного отойти от темы, просто вы затронули такую очень важную, интересную момент по поводу отношений Китая к России, ведь в России преподносят так, что Китай — это надёжные партнёры, что Китай и Россию будут поддерживать при любых обстоятельствах, но есть предположение, как минимум, что это не так, и у Китая действительно есть определённый интерес. И как вы считаете, если Китай поймёт, что с целью не то чтобы поддержки России, а вот эта вот нейтральная позиция Китая не приносит необходимых последствий для Китая, необходимых привилегий, едва ли Китай будет таким образом держаться за Россию. Насколько действительно взаимоотношения Китая и России можно назвать сотрудничеством, или же здесь всё-таки идёт речь о выгоде? Ну, в принципе, одно другому не противоречит. Любое сотрудничество, оно возможно только, когда это выгодно обеим сторонам, ну или как минимум одной стороне это выгодно более, а другой стороне, возможно, менее, но у неё нет выхода. В принципе, мы это и наблюдаем, хотя, опять же, и до того Китай и Россия активно сотрудничали. Китай, в принципе, в отношениях со всеми странами придерживается своих, в первую очередь, экономических интересов. В этом смысле, на самом деле, и главное отличие Китая от России, что для России важнее политика, и они готовы и реально жертвуют своими экономическими интересами в пользу своего видения, скажем так, своих геополитических интересов. Китайцы своим главным геополитическим интересом как раз видят своё экономическое развитие и усиление своего, в первую очередь, именно экономического влияния во всём мире. То есть они получают и стремятся получить политическое влияние, военное влияние за счёт экономического. Экономическое у них — это основа, а уже всё остальное нанизывается на экономику. Поэтому, естественно, тут и то, и другое. Это и сотрудничество, но оно обязательно, в первую очередь, выгодное. В продолжение темы, да, если мы говорили о том, что Россия любой ценой хочет захватить территории, да, выжженная земля, и эта политика, ну, абсолютно не присуща Китаю, и, да, прежде всего, экономический интерес. Вот как в этом плане обстоит дело вот с таким фактом, что на Тайване находится критически важное для Запада производство микрочипов, и Китай, вот этот фактор как-либо влияет на политику Китая? Ну, этот фактор, в первую очередь, влияет на политику Запада, потому что, имея это самое большое производство микрочипов, Запад фактически оружием поддерживает не страну, а непризнанную, непризнанную никем правительство, непризнанную официально территорию поддерживает в борьбе с Китаем, а Китай является официально признанным государством, которое, причем, признают все единый Китай. Все западные государства придерживаются политики одного Китая и не признают правительство Тайваня и официально не поддерживают с ним контактов. Однако в военном плане они поддерживают Тайвань даже больше по факту, чем Украину, именно потому что есть экономические интересы. Естественно, и Китай это учитывает. Китаю, опять же, нужна невыжженная земля, а в том числе и в первую очередь развита эта тайваньская экономика, развиты эти тайваньские технологии и в первую очередь действительно это контроль над мировым производством микрочипов, потому что Китай является, если я не ошибаюсь, вторым производителем этой продукции. И вот по поводу того, что не нужна выжженная земля, вероятно, поэтому сейчас продолжаются некоторые такие психологические войны. Тайвань обвинил Китай в ведении той самой психологической войны против жителей острова, об этом пишет Ройтерс. И вот в декабре и январе Министерство обороны Тайваня сообщало о нескольких случаях пролета китайских воздушных шаров над Тайваньским проливом. И также воздушные шары были замечены вблизи авиационных баз. А это, по мнению Министерства обороны Тайваня, конечно, представляет собой достаточно серьезную угрозу безопасности международной авиации. Кроме того, таким образом Китай пытается ввести когнитивную войну, чтобы повлиять на моральный дух тайваньцев, говорится в сообщении Министерства. И вот интересно ваше мнение по поводу такой психологической войны, потому что на самом деле ведь нет сейчас даже в правительстве Тайваня партии, которая могла бы поддерживать Китай или хоть каким-то образом быть, скажем так, Китаю удобной для того, чтобы продолжать свое политическое влияние. Но в таком случае насколько эффективно им может быть моральное давление? Ведь если люди изначально настроены против, едва ли моральное давление, которое продолжается, может вызвать что-то кроме противления? Или все-таки нет? На самом деле в любом обществе, во-первых, есть разные люди. Во-первых. Во-вторых, все-таки тайваньцы — это живущие на Тайване представители национальности Хань. То есть это, в отличие от нас с россиянами, действительно один этнос, скажем так, не буду говорить один народ, одна нация, но один этнос. Они очень похожи. И чисто по их менталитету, ну, интересы экономики и интересы, ну, будем прямо говорить, выживания, для них все-таки очень важны. Не буду говорить выше или ниже, чем интересы демократии, но очень важны. Опять же, Китай, да, в перспективе он стремится присоединить, вернее, взять под контроль Тайвань. Ну, а на данном этапе основной целью является победа или, как минимум, получение максимального количества голосов кандидатам от партии Куминьдан, который выступает за то, чтобы риторика тайваньского правительства была менее активной касательно официальной независимости за укрепление экономических, культурных и гуманитарных связей с Китаем, что на самом деле Китаю тоже на данном этапе было бы выгодно. То есть, в принципе, с тем, что это психологическое давление, в первую очередь, собственно, так и есть. На наших с вами предыдущих встречах мы не раз говорили о том, что до выборов вот это нагнетание, оно будет продолжаться и усиляться. Я предполагаю, что после выборов, ну, там, правда, еще будут дальше и другие этапы выборов уже не президента, а парламентские, местные и так далее, то оно еще какое-то время продолжится. Но потом, после выборов, я думаю, эта риторика и это психологическое давление, оно ослабнет. Другое дело, что не нужно также нам забывать о том, что Китай, собственно, это начал не в этом году и не в прошлом. Это производилось, подобные действия, ну, последние 10-15 лет, это, как минимум, то, что я помню за время своей работы, но я думаю, что, насколько я помню, такое происходило. И раньше, просто будем откровенны, мы на это не обращали внимания, а нас это не интересно. Скажем. Александр Евгеньевич, спасибо за ваше мнение о давлении Китая. Со стороны Китая на Тайвань накануне выборов мы говорили с китаеведом Александром Федичевым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!